Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Лудли Мур, и добро пожаловать на рубрику интересной проекта Space Engineers. Меня не было два дня, и из-за этого я прошу прощения, были некие технические проблемы с моим ПК, из-за чего я не мог вообще запускать игры и многое такое, но я сейчас вернулся, и я надеюсь, я смогу продолжить работу над сериалом, сделать его в конце концов, он запаздывает, и это прям-прям не очень хорошо на самом деле, но надеюсь, от этого мы избавимся быстро. Итак, дорогие друзья, я вернулся, и вот у нас хороший такой выпуск, посвященный необычному созданию, реально, я вот это назвал созданием от инженера Брюса Лидл Лидл Лидл, это просто что-то с чем-то, вообще, по поводу мастерской этого инженера стоит сделать отдельную неделю, стоило бы сделать, но потому что у него очень много интересных проектов за последнее время, и тот, который вы сейчас увидите, тоже необычный, настолько необычный, что вызывает некоторые арахнофобские ощущения, то есть, когда вы смотрите данный выпуск, вы можете ощутить нечто неприятное, то есть, ну, если вы боитесь членистоногих существ. Итак, перед вами Кланг Аватар, такое вот существо, очень интересное, некоторые скажут, что он похож на креветку, так, секундочку, итак, продолжим, прошу прощения, мне пришлось угомонить собаку. Итак, вот такой вот интересный у нас экземпляр, это существо, если так можно сказать, я его попытался остановить, потому что он все время извивался, дергался и двигался. Кланг Аватар, Брюс Лидл Лидл нам сообщает, что, Лидл Лидл Лидл, ну, там много Лидлов, он нам сообщает, что это существо изначально было неким червем, а потом развилось в биомеханическое, то есть, как бы так сказать, да, биомеханическое существо, которое может летать в космосе, вот он такой вот выглядит, такой вот интересный, тут кнопочки есть, правда, они ни на что, наверное, не отвечают, да, для декора, но все это интересно, как он организовал этот каркас, это все, и как вообще это существо может шикарно быть использованным во время сериалов, во время съемок чего-то подобного, это просто великолепная идея, и здесь есть кабинка, давайте же в него зайдем и попробуем в нем полетать. Так, где здесь, ну-ка, ну-ка, залезай, вот. Вот только посмотрите, как он начинает двигаться, не, ну реально похоже на креветку, то есть, на креветку или на что-то такое, на уховертку какую-нибудь, да, если честно, если можно так вот сказать, то это реально какая-то уховертка, при том она двигает и хвостом, и вообще всем, чем только можно. У нее на панели есть, значит, для управления блок дистанционного управления, если его включить, вот, эта штука начинает извиваться, как вы видите, сама по себе, я так только остановился сейчас, и дальше можно включать и выключать гироскоп, который есть здесь, ну и забыл с собой ту рельку. Довольно любопытное существо, вот я сейчас тоже, если выйду из этого, он будет двигать своим хвостом. Если честно, я до конца не забрался, то есть, то он начинает двигаться сам, если его возбуждать, судя по всему, скорее всего, то есть, приводить вне состояния покоя, а если его не возбуждать, он не будет двигаться, то есть, он рано или поздно успокоится, а так он как бы является неким живым организмом. Конкисмол, судя по всему. Ну, кстати, такая затея очень пригодилась бы для моих сериалов. Может быть, вы даже увидите данный корабль сериалов. И если вы хотите увидеть какие-либо корабли, которые были у меня в сериале, конечно, пока что, кроме Беллерафонта, то напишите хэштег Корабль сериал. То есть, прошу прощения, сколько лишних звуков? Секунду. И да, я вернулся. И, то есть, если вы хотите увидеть корабли из моего сериала, обязательно напишите хэштег, то есть, сериал корабль или корабль сериал. Ну, или придумайте более интересное название данному явлению, как, допустим, проекты из сериала. Вот да, можно было бы назвать так, более культурным языком, проекты из сериала. И давайте же мы полетаем на данной штуке. На самом деле, управление здесь не очень удобное, так как оно, ну, сами понимаете, какое оно. Итак, давайте мы во что-нибудь врежемся, чтобы было интересно. Или попробуем расстрелять данную Игрозебу, хотя Игрозеба данная и так сама может обороняться, поэтому спавнить что-то будет проблематично. Разве что большой корабль. Ну и, в принципе, мы знаем, как это все заканчивать. Вот, кстати, она стреляет по летающим метеоритам. Я хочу ее развернуть и попытаться на ней врезаться вот в данную, в данный астероид. Летает она так себе, в принципе, нормально, за исключением послушности. И торможение, кстати говоря. Тормозит оно не очень. Как бы тормознуто тормозит, если быть так подробным. Так, что у нас, у нас что-то отвалилось? Или мне показалось? Ну, кажется, надеюсь, мне показалось, короче. Вот. Сейчас мы попытаемся его выровнять. Вот у нас астероид. Вот он мы. Вот они мы, точнее. Сейчас будем выравнивать. Так, ну-ка, ну-ка. Давай, 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 давай. Так, так, так. Личиком в камень припечатаемся. Made. Да. И тут написано, что желательно использовать данное устройство в автопилоте, то есть не используйте его, как... Блин, ну еще и колышется. Не используйте его, как... Ну, просто с помощью ручного управления, иначе у вас будут вот такие канделявы. Как вы могли бы видеть, оно двигается, оно шевелится, и поэтому нормальный полет здесь проблематичен. Но ничего, мы сейчас разгонимся, и креветку в камень, хрясь-хрясь. Кто хотел крабовые палочки? Смотрите, что-то горит, походу. Да, горит запахом. Где-то что-то повреждено, видимо. Ну, мы можем это посмотреть. Так. А, button panel. Ну, хотя это не то, конечно. Так. Так, что-то у нас отваливается. Да. Походу данный корабль не очень предназначен для ванильного управления, так как у нас что-то все время отваливается. Ну, ничего. Так. Пора выправить данную штуку. Здесь она будет слушаться меня. Так. Секунду. Она очень плохо слушается. Что же делать? Что же делать, а? Так. Ну, вперед она летит неплохо так. Да, все, получается. Сейчас мы как грохнемся в камень. Раком в камень, если, конечно, получится, да? Все время поворачивается по собственной воле. А из кабин у нас такой вид. Так себе. Ничего не поймем, что происходит. Ну-ка. Ну-ка, давай. Ого. Ребята, эти усики нас защитили. Если так можно сказать. Да, они нас защитили. Нет, реально. Если со стороны вот сейчас зайти и посмотреть это видео, будет такое ощущение, что это какое-то там, не знаю, про какого-то моллюска на глубинах. Вот. Они про Space Engineers вообще. Да. То есть, как-то так. Что-то он даже не особо слушается меня. Не отлетает. Так. Ну уже. Блин, начни двигаться. Да, похоже, включение или выключение автопилота здесь не особо работает. Как бы. Да, здесь уже практически ничего не работает. По-моему, что-то внутри все-таки расфигачили. И не работает, потому что, вы посмотрите, на этом хвосте, который двигается в разные стороны, куча трастеров, которые направлены в совершенно разные стороны и работают в разные стороны. Поэтому, наверное, все это испытывает, мягко говоря, такую неуверенность. О, так. Может, с помощью гироскопов что-то сможем сделать. По-моему, гироскопы тоже отворились. Хотя. Или их мощности очень мало. Не знаю. Короче, такие вот проблемы. Вписались как раз в камень. И как бы камни и остались. Ну и что, такое вот интересное существо. Если вам интересны подобные проекты, то есть именно конкретно необычные проекты, которые вы также можете использовать в своих видео, если вы, конечно, снимаете сериалы. Хотя мало кто будет заморачиваться со съемками сериалов. Но мало ли что может быть. Мало ли что и как может быть. С вами был сегодня Глобли Мур. А, хотя надо сесть на камешек. Интересно. Да. Ура. Он будет ходить по стероиду. Грави в ботинке помогает. Итак. Так. Так вот надо сделать. Чтобы на заднем фоне этот фарь извивался. Если вам нравятся подобные выпуски, то ставьте лайки и делитесь данным видео. А также, дорогие друзья, обязательно ожидайте новой серии. Она будет. И я знаю, что осталось довольно мало. И возможно, возможно в очень скором времени я все-таки объявлю кастинг. Потому что мне нужны, нужны руки. Нужны как бы возможность, короче, нужны люди, чтобы ролики получались замечательные. Как вы видели, в последней серии были уже люди и были нормальные съемки. Поэтому очень надеюсь, что в будущих сериях все будет замечательно. С вами был Глобли Мур. До скорых встреч, дорогие друзья. Всем пока-пока.